В эфире сыскное дело в студии Алина Чемерес. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о резонансных судебных делах, громких арестах, масштабных спецоперациях и подведем криминальные итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Которые он получил от мужчин, сопровождавших пациентку во время его дежурства. По словам врача, нетрезвые спутники женщины, которая сломала ногу, нахамили доктору, а в ответ на его замечания бросились на него с кулаками. В результате у врача черепно-мозговая травма, перелом руки, многочисленные ссадины и синяки. Сначала один начал наносить мне удары руками по голове. Я начал защищаться. Потом подбежал второй сбоку, начал мне также наносить удары руками. Потом, по-моему, каким-то предметом меня ударил. Я упал в этот момент. Все случилось здесь. В приемном покое в 6 утра Дмитрий Зарубин уже был готов сдать свою смену. Двое мужчин предположительно в нетрезвом состоянии набросились на доктора после словесной перепалки. Драка длилась недолго, примерно 10 минут. Но за это время врач успел получить многочисленные травмы корпуса и головы. Все зафиксировала камера видеонаблюдения. Свидетелями происшествия стали десятки пациентов и сотрудников медперсонала. На этих кадрах видно, как развивались события. Вместе с Дмитрием в тот день дежурил его коллега Андрей Никитенко. Рассказывает компания молодых людей, которые привезли женщину с самого начала, мешала врачам работать. Молодые люди хотели, чтобы все внимание было сконцентрировано только на них. То есть другие пациенты по смежным специальностям, они просто сидели в сторонке и ждали, пока будет заполнена история болезни, пока будут взяты анализы именно у потерпевших, которые доставили молодые люди. Это было их решение, чтобы сначала оформили их женщину стационар, а потом уже занимались другими пациентами. Случаи нападения на врачей в Самаре происходят регулярно. Чаще всего страдают фельдшеры скорой помощи. За последние два года зафиксировано 23 таких случая. В большинстве из них полиция не нашла состава преступления. Медицинское сообщество намерено добиваться того, чтобы защитить врачей на законодательном уровне. Сейчас работают юристы, рабочая группа, готовят документы, которые представят на утверждение. И в ближайшее время будет проект законно обсужден о том, что внесут поправки в законодательное следующее, что нападение на врача будет приравнено к нападению на полицейского. Это, конечно, выпиющий факт, возмутительный факт отношения пациентов, их родственников некоторых, наших вообще сообществ, людям, белых халаток, которые сострадают, которые находятся на передовых рубежах оказания этой помощи. Всех обидчиков Дмитрия Зарубина, который даже после нападения продолжил оказывать помощь пациентам, полицейские установили. Одного из них, 28-летнего самарца, уже задержали. На него завели уголовное дело, свою вину он признал. В настоящее время расследование продолжается. Вину признал и уроженец Узбекистана, который в прошлом году изнасиловал и ограбил двух школьниц. Я побывала в суде, где прошло закрытое заседание. Картину преступления мне восстановить удалось. Все случилось в октябре прошлого года. По версии следствия, нападавший был изрядно пьян, своих жертв караулил специально. После того, как две девушки зашли в подъезд собственного дома, проследовал за ними прямо до квартиры. Когда открылась дверь, затолкал обеих внутрь и изнасиловал. Из квартиры вынес ценные вещи, которые потом сдал в ломбард. Увидел дверь открытую, взял просто золото есть, да, да, есть. Там девчонки были молодые, забрал золото и ушел сразу. И сразу через 20 минут в этот, как его, сдал в ломбард. Такие показания Денис Фатахов дал сразу после ареста. Полицейские задержали его спустя три часа после преступления. Своего обидчика узнали и пострадавшие девочки. Сегодня заседание закрытое, прессу на процесс не пускают. Подсудимый, опасаясь вопросов журналистов, к залу суда идет быстрым шагом. Его адвокат от комментариев отказывается. Ничего не будет комментировать девочки, категорически. Почему? Ну, потому что это мое право. Я не собираюсь разговаривать, не давать комментарии. Это мое право. В Самару гражданин Узбекистана приехал на заработки. У него жена и маленький ребенок. По словам прокурора, свою вину Фатахов признал, в содеянном раскаивается. Вина полностью доказана, подтверждается собранными по уголовному делу органами предварительного расследования в полном объеме. Объясняют тем, что находился в сильнейшем состоянии алкогольного опьянения, был стресс, нужны были деньги. Вот таким образом объясняют. Денису Фатахову грозит до 20 лет колонии строгого режима. Обвинение намерено требовать максимальное наказание. В Тольятти полицейские вместе с активистами народного контроля изъяли из незаконного оборота около полутора тысяч литров алкоголя на сумму свыше 100 тысяч рублей. В основном это пиво. В одном месте его продавали незаконно, в другом хранили по неправильно оформленным документам. Предпринимателям грозит штраф до 10 тысяч рублей. Также силовики обнаружили магазин, где хранились коньяк и водка непонятного происхождения. Лицензии на товар не было. За совершение данных правонарушений в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях. За совершение данных правонарушений виновное лицо ожидает административный штраф в размере от 14 до 20 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции. Отпустить раньше срока. В Куйбышевском районном суде подняли вопрос об условно-досрочном освобождении Татьяны Жевжаренко. За мошенничество в особо крупных размерах в деле фигурирует 220 миллионов рублей. Суд приговорил ее к 8,5 годам колонии. Сейчас женщина отбывает срок. Есть ли у нее шансы выйти на свободу досрочно, выясняла Алиса Корецкая. Татьяна Жевжаренко руководила группой компаний-поставщиками АвтоВАЗа. За несколько лет предприятия заработали хорошую кредитную историю. Тогда Татьяна создала несколько фирм с такими же названиями и взяла кредиты в нескольких банках. Когда пришло время платить по счетам, фирмы оказались пустышками. Банкам, как доказало следствие в суде, был нанесен ущерб в 220 миллионов рублей. За мошенничество в особо крупном размере Татьяну Жевжаренко приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Ходатайство об условно-досрочном освобождении подал защитник осужденной мошенницы. Большую часть срока женщина провела в следственном изоляторе. Сейчас она находится в колонии общего режима. Ей осталось отбывать наказание чуть больше двух лет. На заседании страна обвинения просит пригласить потерпевших, представителей банков и кредитных организаций. Имеется необходимость в истребовании информации о позиции по данному вопросу от потерпевших, информации о отношении к вопросу условно-досрочного освобождения, информации о реально принятых мерах по возмещению причиненного преступлениями Жевжаренко имущественного вреда. В ответ защитник и адвокат выдвигают несколько требований. Сделать запрос о зарплате осужденной и прояснить ситуацию с ее имуществом. На сегодня 12 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости Татьяны Жевжаренко стоимостью более 300 миллионов рублей находится под арестом. Почему до сегодняшнего дня аресты не сняты, имущество не реализовано, почему потерпевшие не получили возмещение того вреда, которым было причинено преступлением, мне непонятно. Без этого вопроса, то есть дважды человека наказывать за одно и то же, я считаю, что это незаконно. Законных оснований для отказа в условно-досрочном освобождении на сегодняшний день не существует. Заслуживает ли Татьяна Жевжаренко условно-досрочного освобождения, решит суд. Заседание отложили до 17 ноября. Молочная продукция, зараженная вирусом ящура, в Самару не попала. Официальное заключение дал Роспотребнадзор. Из-за вспышки ящура во Владимирской области в крупнейших торговых сетях страны изымают продукцию популярных брендов. Вирус ящура может присутствовать только в сыром молоке. При термической обработке он погибает. Тем не менее, продукцию отозвали в магазинах Москвы, Владимирской области и соседних с ней регионах. Молочной продукции производителей, размещенных на сайте сети интернет, на территорию Самарской области не поступало. Вся информация, касающаяся отзыва продукции, сложившаяся с неблагополучной ситуацией по ящеру, на территории Владимирской области размещена на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в разделе документов. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи.